Александр Лукашенко с рабочим визитом в России. Белорусский борт номер номер один приземлился в международном аэропорте Казани. Каллеатрапа самолета президента с устрелей кераунник Татарстана, першинаместник премьер-министра и инши официйные особы. Одразу по приезде отбылись перемоги с кераунником этого российского региона, подчас яких Рустам Менихана уручил белорусскому лидеру Орден Дуслык. Это другая позначности державная узнагорода Татарстана, ее отрымливают за особливые заслуги в умоцовании международного аутуритета республики, укладу развитию экономичных гандлевых и социальных сувязей, а так само промыслового потенциалу. Татарстан и далее можа различовать на поддержку Белоруссии, что выникает с запису покинутого Александром Лукашенком у книзе гоноровых гостей. Уже уходя переговоров президент подкреслил, что свое счастье Белоруссия и Россия повинны створать сами. Добро, что обставленные подштрухнули нас раптом до одного, отзначил керовник державы. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас, в общем-то, немного, а может быть, настоящих и вообще нет. И что нам надо свое счастье создавать самим. Мы и начали это делать. Получается, не без труда. Надо время. Мы это сделаем. Татарстан, он нам близок тем, что это территория России, самая развитая, я считаю. И когда вы говорите, что вы достигли там 3,4% ВВП в регионе, это дорогого стоит. Мы хотим с вами сотрудничать, потому что это высокий уровень развития, потому что есть с кем разговаривать. Люди понимают, управляемость очень высокая, хозяйский подход, очень похожая система управления. Мы и дальше намерены с вами сотрудничать и можем очень многое сделать. Гарантия, если мы договоримся, что проблем с нашей стороны не будет. Результаты налицо. Всегда самое сложное время. Помните, я к вам приехал. Я помню, я когда к вам приезжал. Засухой картошки не было. Ну и много-много слов благодарностей. Очень плотно работаем с вашими предприятиями. Полные понимания. И то, что авиационные рейсы между нами, и то, что по многим программам дальше будем развиваться. Отзнат, что Александр Лукашенко наведает церемонию открытия международного высокотехнологичного турниру «Угульни Будучини». На это мероприемство Владимир Путин запросил белорусского лидера в Снежне минулого года подчас неформальной встречи лидеров СНД. «Ульни Будучини» – это соправдное спортивное шоу, яно включаясь поборниц в классических видах спорта и их личбовых аналогах. В турнире примутся дел больше за 2000 спортсменов со 107 краин белорусы выступят в некальких дисциплинах – баскетбол и футбола, так само в битве роботов, гонцы-дронов и виртуальной белогонцы. Другий день до терминового голосования по выборах депутатов Палаты представников и Мясовых Советов участки открылись, а поутни без перепынку на обед будут працавать до 7 вечера. Политичную активность грамадзян продемонстровал первый день голосования. А маль 6% насельництва уже вызначилися, кто будет працавлять их интересы, як у парламенте, так и у Мясовых Советах. Явка достатково высокая, значили у Центральной выборчей комиссии. Особливую активность проявляя молодь за ходом электоральной кампании сочыць замежные працавники, а у Центра грамадского назирания за выборами информация с мест, оперативно поступая от национальных экспертов. Для назирания за выборами у Беларуси приедут протестовники Центральных выборчих комиссий Краинсодружности Незалежных Держав. ЦИКи стран СНГ будут представлены все. Могу сказать точно, что едут три председателя ЦИК Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Едут заместители председателей ЦИКов, едут члены ЦИКов, Едут работники аппаратов ЦИК. Они входят в различные интеграционные формирования и представляют миссии наблюдателей, например, СНГ, потом миссия ШОС и так далее. В рамках миссии ШОС едут несколько представителей ЦИК Пакистана. Могу анонсировать, что в рамках избирательной кампании у нас пройдет ряд двусторонних встреч с руководителем ЦИК стран СНГ, а с руководителем ЦИК Узбекистана мы подпишем протокол о сотрудничестве. Это будет проходить в период открытия нашего информационного центра в субботу. На участках для голосования выборщики отрымливают разную колькасть бюллетенев. Один из выпадков, когда голосует гражданин России, который постоянно проживает на территории нашей страны, и отдает свой голос, он может за представителей у Совета Депутатов. У сельской мясовости выборщики могут отрымать до четырех бюллетенев. Вынос представленного бланка за между участком строго забороненным в ответственности с законодавством, нельга вести, фото и видеоздымки бюллетеня. Ральные доходы беларуса выросли на 6,3% по вынниках 2023 года, дадал увазей заработок, у середнего покраиня и он стал большим на 11%. У Совете Министра подвели выявления социально-экономичного развития за минулый год. Один из главных факторов повышения доходов насельництва рекордно низкая инфляция. Отзначено заповоливание росту споживецких цен в годовым выражении покажших склау 105% при прогнозе у 108. Поскорилися и темпы росту у промысловости, это указывая на то, что предприемства наших ключевых галин смогли пройти период с внешнего оттиска практически без страт, адаптовались до санкционных шоков и нашли новые рынки сбыту. Нас радует это обновление предприятиями своего оборудования плюс 30%. Это подтверждает стратегию на то, чтобы обеспечить модернизацию и повышение за счет этого конкурентоспособности продукции. Ну и экспорт почти достигли 48 миллиардов рублей экспорта товаров и слуг. Планка по пятилетке была 50 миллиардов, фактически мы уже близки к ней. В натуральном выражении это практически рекордные показатели плюс 25%. С остановочных экономичных показчиков ПЧУСЯ и 2024 на 3% выросли инвестиции. Основный капитал заховывается. Высокий узровень споживецкой активности насельництва. Добрые темпы, показала сельская господарка, по выниках студеня росту секторы склав 104,3%. Фермеры Грец организовали масштабную акцию протеста у Центра Афин. Яны заблаковали тракторами площу перед будинком парламента, закликаючи улады звернуть увагу на свое бядотное становище. Некоторые отрымали плакаты «Няма фермера, уняма ежи» и потребовали от урада принять меры по знижению выдаткам на сельско-господарчу вытворчасть. Многие аграрии приехали у столицу с Центральных районов Украины, які моцна потерпели от непогадзей павадок. Яны знищили большую частку раджаю сбожжа. Однако урат падману фермера у нашмат скративши обьяцаную им сумму компенсации. По-перше, компенсации скорошены большим на 60%. По-друге, наши доходы упали до рекордно низкого узровня. Я не перебольшую. Наши астраты велизарны. Яши одной подставой для обурения агрария устала сельско-господарчая политика, якая провозится Евросоюзом. Мало того, что керавництва ЕС увозит жорсткие правила и ведения господарки, які робят и так тяжкая становище сельско-господарцев, просто невыносным. Так Бруссель тратить вялізные гроши не на поддержку европейских фермеров, а заусим на іншые меты. Яшчэ одна причина, по якой мы тут протестуем, заключается у тым, што ЕС потреблива Украину, а не европейских фермеров. Фактично, мы з'являюся ахвярами военной гульнии США. Фермеры пропоновали у Раду шерах конкретных мэру темблику вызволения от податков на бензин, знижение коштау на электроэнергию и компенсацию страт выкликаных агульной сельско-господарчей политикой ЕС. И накеровали своих процедуников для перемогов с уладами. Вылучшение вялізных сродкау на подтримку Украины трубой не только Грека у Берлине пройшли масштабные акции протесту супрать поставок немецкой сброи Киеву. Запавольване экономичного росту и высока инфляция на протягу двух годов с моменту початку украинского конфликту саправдный тяжар для европейцев, асаблива немцев. Кожный день расти колька жихаров ФРГ, які выказываюць им кнене до миру и не ожыдаюць, каб гроши падатка плательщиков ишли на войну. Бюджет Германии, який повинен был быть инвестированный у жилье, аддукацию и інші сферы, звязаные с життя с забеспеченням людей, зараз тратіться на военный сектор. Усе прагметы показываюць на той, што украинский конфликт будзе обвастраццца и надалі, бо все заходні політики выступаюць за його протяг. Их спроба вырушить складанной проблемой военным шляхам приведзе до фатальних наступств для миру. На думку протестуючих, усе патрачаные гроши идуць нават не на патрымку немецкага на патрымку немецкага военпрама. Большая их частка расходуюцца на набытцю американской зброи. Таким чином, США отрымливаюць астрономічныя прыбытак у той час, як Европа платить по рахунках. В умовах крызису безпеки и доверы у европейскім регионі циркулявання велізранага абйому неполной и загадзя и лживой информации вельми важна каб звездки об узброяных силах Беларуси. Аценки военопалітичной обстановки отрымливаліся сперша крыниц. У домі офіцераў прайшоў традиційный брыфінг для працтаўнікоў замежнага военодипломатычнага корпусу. У делу им военных аташе, акредитованых прай Міністерстві обороны, 7 з яких працтаўляюць крајныудзельні Ценатам. Цярутгалуных тезісав сустрэчы, падыходы до военной політикі закладзіны ў прайкт абнауліной военной доктрыны, актуалізація інформаціі пра напрамкі развіця узброяных сил, вызначаны вектор міжнароднага супрацовніцтва на ближайші гады. Гэта крэйны Азі африканскага контэнентум. У нас состоялась очэнь хорошая візіта са множественным догаварённості нашого міністра абароны это в Індзію, это в Китай, естественно, Расія, в Иран. Бакуалі недавна был візіт на Кубу. У нас очэнь-очэнь много друзей і партнёров. У нас есс хорошая догаварённості, мы знаем, кудай идти. Хачу падзякаваць за падырхтовку до брифінгу і он был вельмі цікавым і добра арганізованы. Павінін адзначыць, што я вельмі счаслів і знов пріяхаць ў Беларусю гэтую цудовную і вельмі гастінную країну. Адным з центральных пытанню гарантавання воєнной бяспекі любой дзержавы з'являецца аб'єктивная оценка глобальных і регіональных працэсов, а так сама своячасовая адыкватная реакція на їх. На пярэй дыдні сустрэчі воєнные дыпламаты ознайоміліся з праці беларускіх паграничнікав на пяроходзі Камінный Лог. Аператывна допамога ў экстрэнных ситуаціях Міністерства Аховы Здоров'я адкрыла круглосуточны чат-бот ён доступны прас-мэсэнджер Телеграм. Дасылаць можна відеаповідамлений, фотоці текст, халунная умова, пазначыць докладны, зваротныя дадзіны, місцэ знаходжыня прозвіща, імя заяўніка, таксама нумэр тэліфона для сувізі. Ну і трэба памятать, што чат-бот не ставіць дыягнас і не празначай лячэнній, ён з'являецца дадатковым сервісам да існуючых гарачай ліні Міністерства Аховы Здоров'я і адзіной інформаційной системы уліку і апрацовкі зваротав грамадзян юрэдычных асоб. Што датычыць чат-бота, то на ўсе обґрунтованныя конкретныя заява людзей па пытаннях аказання экстрэнной медытынской допамоги, які датычыцца вырытаванні жыцця паціэнта ў бальніцэ або ў поліклініцэ спеціалісты абецаюць адрэгаваць апэратывна. На крок ближэй дазорах члены аснуўнага экіпажа 21-й экспэдэцы на МКС выканалі трэніровку тыпавыя палётныя суткі. Яны продэмонстравалі умэнія працаваць сэстэмамі російськага сэгмента Межнародной космічныя станцы. Пражываючы працавны дзэнь на МКС працтаўніцэ Беларусі Марына Василевская, косманаут Олех Навіцкі, астранаут НАСА Трэйсі Дайсан выкарэстовывалі веды набыты рані. Им спатрэбіліся навыкі распазнання няштатных сітуацій, махчымы хабары і алгарытм іх прадухіленнім. Быв експэрэмент па дэстанцэйным зандзэрванні зэмлі і запіс бідеазвароту дэ зэмлян. Зорная команда заслужила высоку ацэнку інструктарав пра стыдзінь на комплексных трэніровках яна прадэманструям навыкі перад экзаменацийной комісііі дэ запланованага запуску карабля Саюз МС-25 на якім экіпаж нікіруецца на арбіту з космодрома Байконур застаецца ровна місяц.